Итак, друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о своей стратегии в YouTube на канале Абзор полезных бесплатных программ. Я думаю, что вы уже заметили и, возможно, удивились, как так. У меня на канале 31 тысяча подписчиков, выходит ролик, а на нём там 100 просмотров, 200, 300, иногда там, может быть, меньше 100 и так далее. Всё нормально, ребята, всё нормально! Так работает YouTube. Он, по сути, сам определяет, ну, как вы понимаете, если бы YouTube показал всем 31 тысячи вот этот ролик, просто превью, просто по вероятности, там, по математической вероятности, ну, хотя бы 1000, 2, 3, 4, 5 посмотрели бы. Но нет, YouTube сам определил, что этот ролик там неинтересен, его не надо никому показывать. Ну и другой нюанс. Лежит такой себе ролик, и тут вдруг стратегия моего канала никому неизвестна, никому неинтересна, и тут вдруг кто-то начинает искать, ищет ролики похожие, ему не помогают эти, и тут вдруг раз, вот этот ролик именно ему помог. Вот этот ролик действительно ему понравился, он начинает его смотреть, YouTube это фиксирует, и тогда все остальные начинают его также смотреть, и, соответственно, он поднимается в рейтинге просмотров. Так вот, значит, так сложилось, что в YouTube сейчас, по сути, только на единицах каналах самых популярных, да, подписчики могут иметь значение. А так вы можете создать, выложить ролик в YouTube, любой, вообще с любого аккаунта, и он может набрать миллионы просмотров. А может набрать, посмотрите, таких сотни тысяч сейчас примеров, многие блогеры начинают плакать, хнык-хнык, как плохо. На моем 10-тысячном, там иногда даже 100-тысячном канале бывают ролики меньше тысячи просмотров, меньше, там, я скажу, сотен просмотров. Это реальность YouTube. Так вот, в чем же моя стратегия в YouTube? В моей стратегии, как будто у меня нет вообще подписчиков, как будто я просто в море один. И выкладываю ролик с надеждой на то, что все-таки он будет востребован, что все-таки его увидят, что он все-таки полезен кому-то будет и так далее, тому подобное. И только благодаря этому мой канал и существует. В противном случае, я бы уже давно вот так расстроился, что многие расстраиваются, уходят, что видят, что выкладывают ролик. У них там сколько-то, там, несколько тысяч подписчиков смотрят, там, вообще меньше, там, несколько сотен. Они обижаются, думают, что просто подписчики. Ну, как происходит на моем канале? Вот они зашли, у меня там 1500 полезных роликов на разные темы, на разные программы и так далее, тому подобное. Представь себе, он увидел, он подумал, о, полезно, подпишусь, ну, спасибо за, типа, контент, подпишусь. И дальше ему не интересно, потому что там другие ролики уже на другую тему и так далее, тому подобное. Но я хочу вам сказать, что это работает. То есть, если выкладывать, форсить огромное количество полезной информации рано или поздно, в огромном, ну, в большом количестве. Ну, я не в особо большом, но в таком, что не бояться того, что, ну, будет там 2, 3, 5, 1, 0 просмотров. Не бояться. Просто делать, если вы считаете, что это полезно, что это вам интересно. И если вы считаете, что это другим тоже будет интересно и полезно, делайте, выкладывайте, постите, форсите вашу тему и так далее, и тому подобное. И рано или поздно все равно наберутся и просмотры на каких-то роликах. Вот, знаете, есть такая поговорка, у Чичваркина была книга такая, я не понял, как она называлась. Евгений Чичваркин, наш предприниматель, он говорил, что если из 100 попыток у тебя одна удачная, одна-две, то твой бизнес рентабелен. То есть, если ты ходишь, предлагаешь товар, ну, скажем, возьми вот ящик, там, он с ящиком, по-моему, водки или с чем-то там, и ходи по рынку, предлагай всем товары, если из 100 предложений тебе один все-таки, ну, как ты продашь, одну-две, из 100 попыток, то этот бизнес рентабелен. Вот ровно точно так же я и делаю в своем канале, я пытаюсь, еще раз пытаюсь, еще раз, и мне, друзья, кто-то говорит о кризис, у меня на канале кризис, то, что я не знаю, о чем снимать уже, но я продолжаю, это продолжается, и рано или поздно у меня все-таки просмотры растут и так далее. Подписчики растут, но они никак не влияют на просмотр, то есть у меня может быть 100 тысяч подписчиков, такой закон Ютуба, а на роликах Ютубе просмотры там единицы, ну, десятки, сотни там, и так далее, там, тысячи, там, тысячи, несколько тысяч. Ну, согласитесь, это просто смешно, даже несколько тысяч, когда у тебя 100 тысяч подписчиков. Такова система Ютуба. И плюс еще хочу сказать, что русский Ютуб чуть-чуть отличается от остального, и здесь у нас почему-то форсится, и действительно, такое ощущение, иногда я скажу, с точки зрения, что форсится именно проплаченные вот эти накрученные ролики, о чем уже все знают, в общем-то, проплаченные, раскрученные и так далее, тогда, как действительно интересны, просто важнейшие для человечества, для нашего российского населения материалы, они просто уходят в никуда по каким-то причинам. Ну, представьте, самая простая особенность, как скрутить, допустим, есть рейтингового ролика, и представьте, кто-то просто взламывает аккаунты и просто убирает лайки, как они срезают просмотры понятиями, замораживают, ну, я могу себе представить. Просто посмотрите, как считают Ютуб-счетчик, вот у вас канал, значит, вот у вас ролик точнее, вот его смотрят, так, поехали, просмотры, 1, 2, 3, 4, там, 10, 100, о, интерес растет, растет, хороший ролик, я всем показываю всюду, форсию думает Google, да, всюду-всюду, смотрите, все, вот этот ролик очень интересный. А теперь представьте, если будет задержка, ну, пауза где-то, кто-то поставит паузу, и вот эта информация заморозится, и не будет по каким-то информациям приходить, что такой же, ну, ноль, там, нету просмотров пока, заморозилось. И все, и рейтинг ролика, и просмотры, и тогда уже не будет программа Google всем показывать, просто достаточно перехватить как-нибудь вот эту связь просмотров ролика, который отправляет на сервер какой-то хакер, или, там, через какого-то, с помощью какого-то средства вмешивается, и рейтинг у ролика падает, и он уже никому не интересен. Так же, друзья, что я вам хочу сказать, что мой канал в Ютубе, это, вот это вот, а, значит, две лягушки попали, да, одна сдалась и утонула в молоке, а другая взбивала в воду до тех пор, пока под ней не образовалось масло, и она выпрыгнула. Вот, я вам рекомендую так же действовать, и, по крайней мере, в общем-то, надо понимать, что, в общем-то, так действую я, потому что рано или поздно, я считаю, что мои ролики имеют потенциал, сам смотрю свои ролики, о боже, сколько там полезной информации старой, я даже забыл, уж и здесь, и там, и тут. И, естественно, люди определяют, если интересно и полезно, они смотрят. Все-таки у меня на канале в сумме сейчас, там, 21, по-моему, миллион, да, а, 20,5 миллионов, там, задержка счетчика. Ну, я думаю, что это все-таки какую-то пользу мои ролики на данном канале, обзор полезных бесплатных программ, несут, я на это надеюсь. Но, если нет, пожалуйста, ищите другую информацию в Ютубе, я думаю, что даже полезно найти, если вы не до конца развили тему или как-то что-то не то, то вы, вот есть объект, вы со своей стороны рассказали, кто-то расскажет другое, кто-то с третьей и так далее, и так можно будет действительно сформулировать, как же все это действует, как же работает, а как работает Ютуб, не знает никто, поверьте, никто. Ну, кроме как, естественно, особо приближенные к императору, те, кто лично общается с администраторами, сами правила Гугла и Ютуба меняются постоянно, то есть они меняют правила и, соответственно, вот недавно поменяли, что теперь надо нажимать на колокольчик, да, иначе вам ролики не будут показаны. Но никто не нажимает, я никогда не нажимаю на колокольчик, я только нажимаю подписку и так далее, ну, лично сам. Я думаю, что многие так же делают и так далее. Вот, и после этого очень поменялась игра, правила игры в Ютубе и так далее, то есть теперь очень много сообщений о том, что у меня на канале там столько тысяч подписчиков и никто не смотрит, ну, как я уже это все описал. Так что, друзья, вот, собственно, и все, что еще можно добавить, что я считаю, конечно, полезность контент, то есть рано или поздно, даже если вы сделали 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400 полезных роликов, это еще не говорит о том, что у них будут огромные просмотки, их могут просто не увидеть, не заметить. Надо делать дальше, продолжать, 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 там, я не знаю, всеми силами и так далее, и не задаваться. И если вам это интересно, если вы действительно, как бы, в этой теме, если вы действительно любите это дело, вам нравится, то занимайтесь. А вообще ничего такого сложного, или я, допустим, клал плитку, я делал ему, он поставил, присоединил напротив меня стиральную машину, делал в этом ролик, как бы все, потом минусы, это холодильничек маленький, который не работает, ну, я его выключу просто, за ненадобисть, я живу напротив ляр. Соответственно, здесь он тоже, я о нем делал ролик, то есть я вот так хожу по квартире, а этом телевизоре, а этом микрофоне, а вот этом микрофоне, несколько, я их уже разбирал, чистил, там, о клавиатуре, о мышке, о этих телефонов и так далее, я уже покупал, в общем-то, телефон вот, вот этот, да, и вот этот, скажем, в частности, только для того, чтобы о них делать, и материалы, и так далее, снимать потом, о чем только нет у меня на канале роликов. Также, друзья, вот так я рекомендую вам, и, соответственно, действовать, и снимать то, что интересно вам, то, что вы горите, и просто как для самого себя. Вот я снимаю отчасти, чтобы потом вернуться, посмотреть, что-то мне было интересно и так далее. Я снимаю для самого себя, я снимаю для самого себя, и мне интересно, и когда я вижу, что и другим интересно, и очень так, действительно, закономерность, когда вы снимаете для кого-то другого, вот, вот, таким ленивым, А когда вы горите на видео, если вам это интересно, даже дурацкий ролик, он будет интересен другим также Надеюсь, вам видео было полезно, всего доброго, до свидания